Все знают, что происходит. На планете крайне непонятная ситуация, против России ополчился весь мир, авиация встала, у пассажиров вопросы. Многие остались за границей и не знают, как вернуться в Россию, кто-то наоборот хочет улететь из России, но не может, кто-то просто думает, а что с их путевками в Турцию на июнь и так далее. В этом видео я понятным и общедоступным языком объясню, что происходит с авиацией, чьи у нас самолеты, что значит все эти отмены страховок и технического обслуживания, придется ли возвращать самолеты лизингодателям, сможет ли российский авиарынок удовлетворить спрос суперджетами, сможет ли восстановить советскую авиацию, какие последствия ждут авиацию из-за санкций и какие варианты, даже какие шансы есть на позитивные перспективы. Приведите спинки кресла в вертикальное положение, уберите откидные столики, мы взлетаем. Я Илья Брежак, вы на канале 1А. Здесь все о самолетах и перелетах, а в конце видео, как всегда, один интересный факт об авиации. И в этот раз обязательно досмотрите до конца, этот факт вас 100% удивит. Итак, авиация России в шоке. Если бы США и Евросоюз просто запретили летать над их территориями, то хрен бы с ними, просто увеличилось бы время полета и все. Но Запад посигнул на самое святое, на всю российскую авиацию. И вот это, друзья мои, вообще не шутки. Я как-то в одном из выпусков сказал, что если Америка захочет задушить российскую авиацию, то сделает это без труда. Достаточно договориться с Евросоюзом и отозвать все Боинги и Аэробусы, которые в лизинге и все. Авиация самой большой на планете страны останется без 95% самолетов. И сегодня именно это и происходит. Российская авиация переживает совершенно беспрецедентный случай. Такого вообще никогда не было. И в то, что наши власти все продумали на этот счет, вряд ли кто-то поверит. Есть индивидуумы, которые говорят, вот и правильно, нахрен все эти арбузы и бобики, будем летать на своих самолетах, у России сильная авиация, реинкарнируем Ту-154, МС-21 достроим суперджетов на штампу, и мы порвем всех нафиг. Вот с такими людьми, которые так рассуждают, по большому счету вообще не о чем разговаривать. Эти люди так далеко оторваны от реальности, что, скорее всего, даже не подозревают, что тушки не восстановить, что МС-21 и суперджеты не строят в гараже за домами, а собирают со всего мира, как, например, Боинги и аэробусы. Рынок давно настолько глобален, что практически ничего в мире нельзя произвести в какой-то одной стране. И таких вещей, как самолеты, это касается в первую очередь. Это не ватные палочки. Давайте разбираться конкретнее, как сегодня обстоят дела в авиации. Пару дней назад Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, в чьем парке есть самолеты, зарегистрированные в иностранных реестрах и взятых в лизинг у иностранных компаний, а это, в общем-то, 95% всех самолетов страны, с 6 марта прекратить все пассажирские рейсы за рубеж. О чем это говорит? Что все крупные и даже средние перевозчики России больше не смогут выполнять международные рейсы. Об отмене международных рейсов заявили уже Аэрофлоты, Севен, Россия, Аврора, Победа, Нордвинд, Азурейр, Уральские авиалинии. И уверен, что так сделают все остальные, кроме Азимута, у которого, например, весь парк состоит из суперджетов. Ну и, может быть, Редвинкса, у которого тоже много суперджетов. Всем пассажирам, которые не смогли улететь за границу, автоматически вернут деньги за купленные билеты. А вот как возвращать людей, которые застряли за границей, на родину, пока непонятно. Аэрофлот лишь заявил о том, что приложат максимум усилий для возвращения россиян на родину, но каким образом, никто не знает. Почему останавливают полеты? Все просто. Из-за опасений, что российские самолеты будут задерживать в иностранных аэропортах по требованию лизингодателей. Имеют ли право так поступать лизингодатели? Да, имеют. И за прошлую неделю так было уже трижды. Boeing 737 победа в Стамбуле, Airbus A321S7 в Ереване и Boeing 777 Nordwind в Мексике. И 100% так будет продолжаться. Более того, есть даже шанс, мизерный, но он есть, что даже зарегистрированный в России суперджет могут арестовать. Найдут причину и сделают его невылетным. Просто, чтобы показать свои намерения. Это вряд ли произойдет, но такое возможно. Причина задержания лизинговых самолетов очевидна. Введенные сразу после начала военной операции на Украине санкции, запретившие европейским компаниям всем российским перевозчикам сдавать самолеты в лизинг, обслуживать аэробусы и предоставлять услуги по страхованию. И вот этот третий фактор со страховками втянулся, да, и американские Boeing, против которых как бы санкции официально не вводили, но по факту распространяются и на них тоже. На прошлой неделе российские авиакомпании получили от лизингодателей уведомление, что с 8 марта, со вчерашнего дня, самолеты перестраховываться не будут. Отсюда и дата приостановки международных перевозок. Со вчерашнего дня ни за рубеж, ни из-за рубежа в Россию самолеты не летают. Авиакомпании, естественно, попытались перестраховать эти самолеты в РНПК, но лизингодатели, естественно, отказались включать новую перестраховочную компанию в договоры. Что будет с этими самолетами? Сейчас ситуация такова, что никто не знает, сможет ли правительство или Минтранс или сами авиакомпании придумать способ, как летать за границу. И если смогут, то какой? В нынешней ситуации самолеты, эксплуатируемые российскими авиакомпаниями, можно разделить на три группы риска. Первый уровень, наивысший риск, самолеты, взятые в лизинг у иностранных компаний. Второй уровень риска, самолеты, взятые в лизинг у российских компаний, например, у Сбера. И третий, наименее рискованный, собственно, сами российские самолеты. Они все зарегистрированы в России, либо в собственности у перевозчиков, или взяты в лизинг у российских компаний. Заметьте, они тоже в зоне риска. Судьба самолетов, взятых в лизинг у иностранных компаний, зависит от того, какое решение правительство примет относительно аэробусов, которые российские авиакомпании по условиям санкций Евросоюза должны вернуть самолеты лизингодателям до 28 марта. Скорее всего, самолеты возвращать не будут, и в том или ином виде они останутся в российских авиакомпаниях. И сделать это можно также тремя разными путями. Или национализация, или реквизиция, или вообще выбросить черный флаг. Национализация, несмотря на устрашающее название, самый мягкий с юридической точки зрения вариант. Она предполагает выплаты лизингодателям компенсаций за национализированные самолеты. Разумеется, ни о каких живых деньгах речи не идет, у нас ведь в Европе заморожены резервы Центрального банка на хренелиарды. Вот лизингодателям и выпишут какие-то бумажки, дающие право истребования остаточной стоимости самолетов у правительств тех европейских стран, где заморожены их активы. И, кстати, это весьма честный и юридически чистый вариант, так как деньги как бы будут переданы. Что уж говорить, они уже там, а самолеты здесь. И в этом случае даже каких-то серьезных негативных последствий не поступят. После этого самолеты можно будет завести в российский реестр, передать их российским лизингодателям, а те переведут валютные лизинговые платежи в рубли, помогая таким образом сохранить экономику в условиях девальвации. Это самый лучший сценарий. Второй путь, самый маловероятный, это реквизиция. Соответствующая статья Гражданского кодекса Российской Федерации позволяет государству в случае чрезвычайных обстоятельств изъять у собственника его имущество с выплатой ему стоимости. Но после прекращения этих обстоятельств собственник может потребовать свое имущество обратно через суд, так что преимущество по сравнению с первым вариантом здесь не очевидно. И третий вероятный сценарий, либо ничего не делать вообще, либо просто в наглую выбросить черный флаг. В этом случае самолеты просто останутся в России без каких-либо юридических процедур и компенсаций. Но это, как вы понимаете, самый неблагоприятный вариант. Спецоперация когда-то закончится, отношения начнут нормализовываться, но те, кто примут такое решение, больше никогда не смогут полететь в Европу. А какие риски есть у суперджетов, которые в собственности у российских перевозчиков, зарегистрированных в российском реестре? Как я уже сказал ранее, есть мнение, что Запад не отступит и просто будет арестовывать российские самолеты как бы в обеспечении компенсации ущерба. Но опять же, в теории это возможно, но на практике нужны серьезные судебные решения. Теперь главный вопрос, который интересует всех пассажиров. Что будет с международными рейсами из России и в Россию? Удастся ли нашим властям придумать какой-то способ летать за границу на иностранных самолетах или договориться с лизингодателями, никто не знает. Это будет сделать очень трудно. Кто-то из них, возможно, и готов идти на диалог и вообще не хочет отзывать свои самолеты, это все-таки бизнес. Но ситуация сложная и опасная для лизингодателей вторичными санкциями. Запад сейчас пристально следит за всеми, кто хоть как-то сотрудничает с Россией. Для российских пассажиров остается два варианта. Рейсы на суперджетах, но у них есть большой минус, дальность полета и вместимость. А в текущей ситуации, когда время полета увеличилось, это еще хуже. То есть, чтобы, например, долететь из Москвы в Стамбул, суперджету придется сделать дозаправку где-нибудь в Сочи. Это значительно удорожает стоимость перелетов, да еще и максимум 98 пассажиров в обычной комплектации. И второй вариант это международные рейсы иностранных авиакомпаний. Скорее всего, на них и ляжет основной объем перевозок из России. Тем же Turkish Airlines не составит труда кратно увеличить рейсы на российском направлении. А учитывая, что из-за ковидных ограничений их самолеты до сих пор простаивают на земле, это вообще выход из ситуации. Но! И здесь есть тоже естественные ограничения. Такие полеты могут осуществлять только те авиакомпании, которые зарегистрированы в России. Например, туркиши могут возить в Турцию, а в Ереван армянские авиалинии. То есть, чтобы улететь из России, например, в Америку или Европу, нужно будет долететь до Стамбула, а оттуда другой авиакомпанией в другую страну. Ну или этой же авиакомпанией, но с пересадкой. Что мы получаем в сухом остатке? Пока мы будем летать за очень дорого, с очень длинными маршрутами. А что касается иностранных самолетов, все вообще грустно. Кабмин России готовится продлить на полгода действия выданных властями других стран сертификатов летной годности на иностранные лайнеры. То есть на Боинги, Аэробусы, Эмбрайры и так далее. И этим же документом хотят разрешить российским предприятиям самостоятельно разрабатывать схемы ремонта, выходящего за рамки документации от производителей. То есть ремонтировать лизинговые самолеты без одобрения Боинга и Аэробуса. Что из этого следует? Для тех, кто вообще не в теме авиации, поясню простыми словами. Самолеты теперь будут ремонтироваться не как положено и заявлено производителем, а как получится и где получится. Запчастей нет, обновлений программного обеспечения нет, в том числе и навигационного. Страховок нет и гарантий тоже никаких нет. Поэтому теперь вопрос, а мы долетим, становится как никогда актуальным. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Увидимся в следующем выпуске. Приятного и безопасного всем полета. Интересный факт. 95% всех российских самолетов принадлежат иностранным государствам. И если лишить Россию хотя бы половины всех самолетов, то российская авиация... Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...